И на земле, и над землей. Покемономания толкает людей на отчаянные поступки. Вот и сербский парашютист решил сыграть в мегапопулярную игру прямо в воздухе. Вот только его ждалось сильное разочарование. Какие там покемоны? Он и сигнал-то поймать так и не смог. Мужчина совершил прыжок с высоты полутора тысяч метров. Подключиться к мобильной сети так и не получилось, как он не старался. С ругательствами скайдайвер приземлился на белградском аэродроме. И тут же возвал к справедливости. Заявил создателям игрушки, надо что-то придумать, чтобы и в небесах водились рисованные монстры. Чёртовы покемоны не работают в небе. А в Израиле вот уже бьют тревогу из-за покемонов. Национальная медицинская служба выпустила официальное предупреждение для поклонников этой забавы. За последнюю неделю в погоне за карманными монстрами пострадали три человека. Девочка-подросток упала с велосипеда и получила травму головы. 35-летний мужчина врезался в стеклянную дверь. Ещё один энтузиаст едва не утонул. Кстати, теперь уже и страховщики предлагают свои услуги всем не в меру активным ловцам покемонов. Мы уже не раз сталкивались с инцидентами, в которых пострадавшими были игроки в Pokemon Go. Теперь клиенты звонят нам и спрашивают, могут ли они застраховаться на подобный случай. У нас действительно есть страховка для тех, кто ведёт активный образ жизни. Так что она всё покроет. Обязательно overtime. Да, сложно! Как глядь. Наше обзнать до фестинской работы.